В Москве почти сутки продолжалось противостояние автовладельца и шофера-эвакуатора. Константин Алтухов отказался покидать свою машину, которую уже погрузили на платформу. В итоге патовая ситуация, за которой полицейские лишь наблюдали. А принципиальный автомобилист даже естественную нужду справлял в своем пикапе, ведь стоило ему выйти на улицу, легковушку сразу вывезли на штрафстоянку. За самой затяжной и скандальной эвакуацией наблюдал наш корреспондент Егор Богданов. Константин Алтухов – новый столичный супергерой. Среди автолюбителей он уже получил прозвище «Паркмен». Мужчина почти сутки просидел в салоне своего пикапа, тем самым не позволил увезти машину на штрафстоянку. Да, говорю, виноват. Я готов оплатить нарушения по правилам парковки, но не готов оплачивать эвакуацию. Накануне, возвращаясь домой, Константин остановился у магазина, чтобы купить продукты. Я виноват, что я парковал машину в неположенном месте. Отошел ровно на 10 минут, когда вернулся, машина стояла на эвакуаторе уже. По словам мужчины, он успел запрыгнуть в свою машину до того, как эвакуатор начал движение и попросил вернуть автомобиль. Однако сотрудник московского паркинга наотрез отказался. Якобы служебные предписания превыше всего. Константин тут же вызвал полицию, однако и стражи порядка лишь оштрафовали водителя эвакуатора за неправильную парковку. А вот Алтухову помогать не стали. Ну, наверное, попросим на минуточку его вылезти. Он не вылезет. Ну вот, поэтому не сможем мы устранить причину нарушения. В патовой ситуации оказались все участники конфликта. Константин покидать машину отказывается, а водитель эвакуатора не может продолжать движение, пока в салоне автомобиля сидит человек. Всю ночь Алтухов не сомкнул глаз. Мужчина рассказывает, помогли местные жители. Приносили еду и горячий кофе, чтобы бороться со сном. Главная проблема, которую нужно было решить, куда ходить в туалет. Ведь стоит покинуть машину, и ее сразу увезут. На наш прямой вопрос Константин отшучивается. В туалет хожу туда, в бачок, как я уже говорил 25 раз. Прямо откручиваю эту красную крышечку и туда хожу. А вот очевидцы по секрету рассказали. Смекалка водителя не подвела. Ну, это по маленькому вот руку. Не хватает у нее там биотуалет только. На помощь пришли и активисты общественных движений. С водителем эвакуатора то и дело вступают в переговоры. Если он выйдет из автомобиля, вы спустите, правильно? Не спущу. Почему? Не имею права. Не имею права его. Почему? Ну, не имею. В конце концов, на лобовом стекле эвакуатора появляется вот такой вот стикер. Впрочем, ситуации это не меняет, и мирная беседа постепенно перетекает в скандал. Едва не доходит до драки. Не трогай машину. Машину снимай. Не трогай его. Не трогай. Я сам машину себе поставлю. Но вот шофер эвакуатора получает от своего начальства новое поручение – отпустить Алтухова и вернуть ему машину. Впервые за долгое время новоявленный супергерой выходит на улицу. Есть ощущение свободы, свежего воздуха вообще. Вот. Ну и хорошее настроение. В конце концов, 22 часа, которые Константин Алтухов провел в салоне своего автомобиля, не прошли даром. Руководство компании, которое обслуживает эвакуаторы, приняло решение вернуть мужчине его машину. Однако на этом история не закончилась. Теперь Константин Алтухова ждет, вероятнее всего, затяжной судебный процесс. Мы выставим судебный иск с требованием возместить ущерб, который он нанес службе эвакуации. Также он должен будет оплатить штраф в 3000 рублей за нарушение правил остановки стоянки. Однако мужчину это не пугает. Говорит, главное, не придется ночевать в машине. А вот хорошего адвоката ему найти труда не составит, ведь на стороне Алтухова едва ли не все столичные автомобилисты. Егор Богданов, Сергей Гремячкин. Экстренный вызов.